Очень много людей просили записать видео про перекус и про фрукты, которые можно есть на похудении. И вот когда я худел, я ел фрукты, ничего страшного в них нету. Можно есть абсолютно все фрукты, главное не перебарщивать и в правильное время. Что такое правильное время? Не есть фрукты вместе с едой и есть их через 2 часа после еды, желательно. Или за час до еды. То есть замечательный перекус между завтраком и обедом, где-то посерединке, можно даже после обеда и между ужином, тоже ничего страшного в этом нет. Главное соблюдать дефицит калорий и следить за тем, чтобы не перешло, вот эти вот фрукты не перешли дефицит калорий. Единственный фрукт, который нельзя, скорее даже не фрукт, но это финики. Финик и виноград. Виноград и финики это самые страшные для похудения ягоды. В финики, в одном финики содержится чайная ложка сахара. Представляете себе, какое количество? Один финик, чайная ложка сахара. Ну, виноград тоже самое, в винограде огромное количество сахара. Поэтому виноград и финики на похудение есть нежелательно. Все остальное можно, даже банан. Многие боятся есть бананы из-за высокого гликемического индекса. И вот тут, кстати, есть один момент. Вот смотрите, вот такой банан, мягкий, вот смотрите, мягенький прям совсем. Вот такой вот банан есть не нужно. Тем, у кого сахарный диабет, те, которые боятся повышения сахара, вот такой мягкий банан есть нельзя. Чем более зрелый и спелый банан, тем больше в нем сахара и тем выше в нем гликемический индекс. Если банан твердоват, то есть он готовый, не зеленый уже, уже не зеленый, но еще не переспелый. Вот такой банан есть можно. Вот переспелый банан, такой вот переспелый банан есть не нужно. Так что, вот я вам, наверное, рассказал про фрукты, про фрукты на похудении. Поэтому ешьте фрукты, не бойтесь фруктов, можно и арбуз, и дыню. Главное, не есть их после ужина, то есть не есть их вечером. Да, то есть до ужина или до обеда. Замечательное время для перекусов фруктами. Всем приятного аппетита и вкусного похудения. Субтитры сделал DimaTorzok